Доброе утро, у меня настроение сегодня начать новый влог снимать. Откладывала я это до последнего, сейчас не капюшу. Как-то вообще странно выгляжу. Я не накрашена сегодня, у нас конец декабря, точнее 21 декабря, и я сейчас выезжаю в сторону моей подруги, она меня захватит на машине, и мы поедем сегодня в баню. Сегодня долгожданный день, я очень-очень-очень хотела этого. Полтора месяца назад, мне кажется, мы еще забронировали баню. Это не просто баня, это там целый ритуал, там очень много-много-много всяких классных действий, практик мы сегодня будем совершать, поэтому я так, в общем-то, жду с нетерпением этот момент. Мы будем не одни, у нас целая компания девочек. Так, заехала, заехала у Залицы, да? Она меня, короче, сейчас на фост берет, мы заехали в Филдс, она позавтракала, я взяла кофе, у меня тут уже... Ладно, пошли пока по дороге, будем рассказывать. Я буду послушать, да. В общем, Лина забыла купальницу, но главное. Она спрашивает, а можно без купальника? Но в целом можно, потому что там дают белье, и вообще лучше купариться голенько. Но я-то хотела бы снимать. Как она в чане собирается. Да, я хотела бы снимать. В чане тоже я могу голой. И мы-то не против. Не против, это не против? Я даже не против. Просто я думала, что мы снимаем носики, пополки, закупаем. Ну что, мы приехали. Еще не буду, не могу через собаку показать, что там. Алиса, конечно, припарковалась, мне тут выходить великолепно. Они пишут время, ну-то Ригина пишет. Спасибо, что взяла мой пакетик. Что они нам отправляют? Это, вовсори, он работает? Наверное. Посточается. Давай, пинай. Кринай, как оголцелая. Боже, боже. Давай ждем. Алиса не ходит через большую ворону. Позвоним, давай, давай позвоним. Так, все, Ригина уже подъезжает. Крикинь, кстати, я хожу на вокал. Она изначально была подругой Алисы, так мы с ней познакомились. Ты говоришь, снимай обувь или снимай влог? Я все снимаю. Алиса, сейчас я убью, ладно? Нет, это для влога. Ты можешь не уходить, Ригина. Мы тут переодеваемся, собираемся. Я еще не приехала. Смотрите, какой стол. А ты посмотри, там еще парная. У меня просто эмоции. Это шкалю. Травы, они даже пахнут по-другому. Мы вы сравнили, которые мы покупаем. Ну, в общем, в каждой республике своя специфика трав. Угольные травы, они очень насыщенные там. Солнце больше. Трава, говорит, это очень крепкие из-за солнца. Синовая и смородиновая. И ягоды все полезные. Ягоды обязательно положите. Надо вам сейчас побольше кислости, чтобы... Алина, открой декольте немножко, вот дядя открыла. Конечно, все откройте. Все фотографируются, все открывают. И прикольно получается. Я думала, уже миловала. Нифига. Так, давайте все открываем. Короче, это, знаете, это что, после бани, здесь масло. Ну, сейчас вы посмотрите, что здесь. Это вам. И что-то типа к Новому году, как небольшое. Говорят, что моначашки не хранятся туда-сюда. Вот это все про это. Это соль для бронхов, для легких. Сейчас мы все болеем, вирус ходит. Это недостроенный у нас. И мальчики к нам пришли. Чтобы было комфортно у вас в главе. Можно попросить. Фотку знакомиться. Сейчас, погоди. Так, девушки. Сейчас была фотосессия. Смотри, Алина. Ходь. Да, ложись и расслабляйся. Лежи. А как Диана? Он по кайфушнице по жизни. Ей не надо вообще давать задания. Она просто ляжет и расслабится. Вот. Такие, короче, пироги. Раз уж я взяла ответственность за Ленин. Раз уж я взяла ответственность за Ленин влог. Я даже ее фразу использую. Вот такие пироги. Ты давно целалась? Нет, я уже лежала. У нас почти подошла к концу спа-программа. Я в маске. Ждем девочек пока их до скрадать. И у нас еще, по-моему, гонка-медитация и ужин-обед. Мы должны были в три закончить, но мы не укладываемся. Поэтому до четырех тут будем. Мне нужно будет срочно уезжать на работу. Вот, потому что сегодня спланировано еще одна клиентка. Буду отдыхать. Ханжи-бомжи. Разбрала, блядь, подруг Ханжи-бомжи. Ли, Лиса, а я тебя вот так с тобой завернем. Чтоб ты потом, спустя два года не расстраивался. Что тебе не додали. Иду, 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 иду. В страях я сейчас умолю выгляжу. Я уеду на работу. Уже в следующую неделю пришло просто заснять погодку. Сегодня, к слову, у меня рождественская съемка. Мы с фотографом Силлозой договорились, что когда выйдет более нормальную погоду, мы намутим съемку на улице. Это неполепно. Сейчас идут в отель, завтракать. И там же, в районтике, в округе, в отеле, рядышком важно посниматься, потому что у меня уже начинается рабочий день. Я тоже не каталась в округе, в кастомах. В общем, погода какая-то такая. Мы фоткаемся. Мы уже позавтракали в отеле. За меня снимаем. Ну ладно, благодаря вот этим огонечкам будет немножко крис-меснуть. Так, сегодня 23 декабря. И я между клиентами поехала в Казань-Молл за подарками. Честно говоря, понятия вообще просто не имею, что я буду покупать. Ни единой идеи у меня нет. Ну так, чуть-чуть. Что-то по мелочам я знаю, что должна посмотреть. Но ничего конкретного, в общем-то. Но я еще не завтракала. Честно говоря, не очень хорошо себя чувствую сегодня. Я проснулась, боли в горле. Все сейчас какой-то вирус ходит, блин, все болеют. Очень страшно заболеть. В общем, проспала я еще. Ну, не проспала работу. Просто проспала, позже встала, чем должна была. Быстро начала собираться на работу. Уже приняла одну клиентку. И, в общем, приехала в Казань-Молл. Видите мой маршрут? Как я иду? Я сейчас хочу спуститься. Как красивая штучка девушка примеряет. В общем, хочу спуститься в Рестик. Сначала там позавтракать-пообедать. И потом уже буду искать подарки. Ой, мне кажется, там тоже, кстати, наверное, уже знаете по каким-то другим моим блогам, потому что я, когда приезжала в Казань-Молл, я всегда обняла в Казань-Молл и пишу что-то. Я хочу зайти и еще кое-куда в Симе я хочу зайти. Она по какой-то думать. Если одного боя уже не найдет, то я зайду и куплю его в Лагер. Боя. Следующая локация кухонная. Почти уже догадались, кому тут выбираю подарок. Уже первый блог о Финлянде. Смотрите, подарок. Ну, это не весь подарок. Только участие. Мы собираем скамерами, боксами. И несколько из разных общества. Я его только... Привет, вы из Казань-Молла. Тут снимала пока для сториз то, что я взяла для себя. Распаковала их в подарочек. А-ля советский набор конфет. Положили в золотом яблоке. Это я взяла для себя. Тут фиксатор инфлюенс, автозагар, дезик и кремовый скульптор от шик. Сейчас покажу, что еще взяла там на подарочки. Короче, тут у меня пакеты. Пижама там, Камилю в подарок. Тут часть подарка, маленькая тарелка. Тут свеча и в золотом яблоке. Ой, забыла снять, сейчас. Короче, я поняла, что не показала в том, что я взяла для себя. Еще гель для стирки. Это я тоже взяла для себя. Короче, набрала еще вот этой линейки в форме. Мне очень понравился вот этот аромат Date Night. Но у них кремов уже не осталось с этим запахом. Поэтому взяла вот этот мелкий селк. Он тоже приятный. Кремы и гель для душа. Это все на подарки. Расфасую. Еще также на подарки тут скраб. Вот тут мальчиков на ванной. Масочки. В общем, все как всегда. Как сняла? Ну вот нет. Еще раз повторю, что ударила? Я ударила два локтя и попа. Я просто проехалась. Она говорит, что хорошая девочка меня не принимает. Первая мысль. Первый секреток стыдно. Я здесь никуда не висит. Наверное, даже ржут, я подумала. В общем, пришли на завтрак в хорошую девочку. Я уже заказала, выбрала. Познакомились на бранче. Роти с копченым угрем скрэмбл. И авокадо. Это железо я приготовила. Взяла капу, чудо капу, чтобы усвоилось мое железо. Ну и водички запустила. Попала она вон там, вот на входе в туалет. Как красиво все вылезет. Сочетается. Даже таблетки в тему взлет. Он просто такой. Честно говоря, забыла, что я снимаю влог и уже начала есть. Это очень вкусно. Вкусная лепешка, угорь. Скрэмбл я ем. Я, кстати, не ем недоготовленные яйца. Нигде не беру всякие пашоты. Скрэмбл люблю авокадо и суперсири игристым. Можно я скажу? Меня пожалели, что я упала. И нам качество утешения привезли. Игристое. Я сейчас вставлю сюда кусок. Котелок. Нет, кусок. Котелок. 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 Прикола. У меня еще приколок. Алисе, я говорю, тебе надо было. Как это ты упала, заразь? Че у вас там происходит? Твою мать, блядь. Че у вас здесь происходит? Ничего не... Давай немножко, отпиши свое блюдо. Пописать столь. Мне сказали, что это что-то очень сытное. Здесь внизу хэшбраун. По-моему, это что-то с этим, да? С картошкой, что ли, да? Хэшбраун. Нет, первый раз ты в слово слышала сегодня. Вот. Сверху трюфель. Типа не просто масло трюфеля, а реально трюфель. Вот. Сверху сыр. Еще. А я не помню, что там еще есть. И все пошло непосредственно, да? Да. Сейчас посмотрим. Я вот так открою. Все ради олиминого контента. Сейчас буду пробовать. Вкусно. Можно еще лосось сюда. Благодарю вас. Смотрите, у нас внутри начинка из шоколадного брауни. Получится сгущенка, и сверху будет все же форма. Я думаю, вот прям ложечки, а бедерочка прям сверху ударить. Я боюсь. Да не боюсь. Это шоколад. Давай. Посиди мне, прям посиди мне. У меня нет шубы. Так, его надо полностью разбить. Да, он прям по вам может тебя любить, как по сферу. Курмой пахнет вкусно. Я думаю, вот крем. Крем можно сначально отдельно попробовать, он он такие сладкий. А, типа, знай, да? И дальше по вкусу какая-то. Я думала, она внутри типа выходит. Нет. Нет, 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 нет. Так, классно. У нас розыгрыш будет с 29 числа. Сегодня 28. Угу. То есть я оставляю здесь. Смотрите. Смотрите, как в каждую группу хорошие девочки украсили. Как стильно. Смотрите, как в каждую группу хорошие девочки украсили. Ты меня за... Спасибо. Спасибо. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну, не, я зачем, я уже понимаю примерно, если... Я хочу красивую, родительную. Кошку, растушеванную, с кирилкой. Алина, просто это не я, лимонная. Алина, там красавица не течет, там не течет. Все, потекло. Все, потекло. Все, с Новым годом. С Новым годом. Ммм. Вкусно? Как помнишь, мы с тобой шли. Спасибо. Как мы с тобой коктейли пили в этом баре. У нас тоже на Бавлоге есть. Я такая, пью, мы пьем коктейли с тобой. Или шоты, шоты нам принесли в баре. И я такая, ммм, вкусно. Это наш реал. Это можно как в каждой выпивке делать. С тобой есть момент. Потому что... У меня так тетка открывала себе вот. Вот я всегда вот этот боюсь момент, когда руки... пробки отпускают, и страшно стоноваться. Здесь у нас утра открывала, но мы. Где запасно. Близко. Что, Танечка? Спасибо. Спасибо. Просто хочу сказать, что моя жизнь — это просто самая какая-то неожиданная штука. у меня все меняется. Не то, что каждую неделю, мне кажется, меньше, чем раз в неделю у меня какие-то суперперемены в жизни. В том числе личной. В общем, сейчас 31... Ой, фу. Потому что мне завтра работать весь день, 31 декабря, как вы понимаете. И вкусняшки купила сыну подруге, к которой я сейчас еду. Она меня пригласила на вино. И вот сейчас поеду. Зашла за вкусняшками. У-у-у. Снова здесь. Снова здесь. Я просто думала, мало ли ты говорила. И я ничего не успела приготовить, Алин. Нет, ладно. Потом все, что... Не, я хочу. Я хочу. Да. Хочет запечатлеть. Это для Бога. Так, все? Все, давай. Садимся. Мам, все. Алин, дурайся. Так, салат мы уже поели. Семерки, восьмерки. Думала, все, чем у нас есть профессия. А, поедешь, Камиль. Менее. Второе. Сейчас будем есть. Еще у нас есть... Камиль, я не буду снимать твое лицо. Успокойся. Говорит. У меня есть... У нас есть традиция. На 31 декабря, пока мы сидим там и не смотрим фильмы, и нет, играть в карты. Давай, Ника, жульничает всегда больше всех. Вот как мы готовимся. Это блог. Блог. А? Блог. А, блог? Вставляешь. Ну, я ничего, что ли? Нормально. Так, и что? Делянина будет? Ну, отрывах и меня нет. У меня нет. У меня нет. Все видели, да? Мне, пожалуйста. Все посмотрите, пожалуйста. Ты себе эту заказы у нас брала? У меня тарты нету. Как нет? У меня 6. Кто встырил одну карту? У меня не успела. Молодец. Все равно опоздала. Ира поэтому... Не вижу. Ага. Убрала. 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 сейчас мы это вытаскиваем всякие это это высказывание забыла о марха яма да и каждый берет и читает и это камень что там спрятался а там арха яма и короче каждый берет и это как даша берет да берите и даже тоже берет вот какое тебе говори вот это вот это твоя ладу сейчас а чё прям при всех читать всегда оберегай свой ум и сердце от сплетен и скверных мыслей боже мой как ты орешь ну чтобы она же говорит что она не слышит глухая можно мне доставать поняла достает алина когда ты борешься ты живешь вся жизнь борьба понятно бедная как собачонка села все наконец мы открываем подарки тогда отложи не открывай я открою будет мой ну говори а тетя оля и даже а кто это тетя оля появилась что такое красивое кремчик спасибо спасибо большое это от даваники ой извините перепуталась это деда мороза от тебя? да спасибо большое из лайма я хотела её как у Маши она короче в цвет твоих кроссовок Маша сказала не покажется вкусной реально розовая и это после вашего сладкого прикольно спасибо большое что ты перенки ой распашонки пакет надо дать что ли тебе складывать а вот это от деда мороза ну вот да 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 это все перепутки это просто это злая приходила баба яга да и она вот путала это я баба яга ты снегурочка ты путаешь барабашка мам ты тут ёлочки да вырезала ещё естественно это Анна Герман да песня блин класс молодец он такой мягкий вообще он такой мягкий это тоже ладно это в цвет этих унтов твоих да точно блин очень классный да всё прям всё в тон а всё классно у меня есть есть ещё тебе подарки ещё ищи чеку папин подарок последний остался нет нет ещё там уже значит раз в уроке где там а фигуре где-то Спасибо большое, спасибо. Я пью кофе. Можно в чашке заваривать. А, можно, да? Да. Ура! Вот куда Салют пошел. Алина вон в пакет складывает все. Я уже понимаю, что это такое. Это что? Дружи. Нет. Сейчас. Мам, там запись идет, надеюсь? Фамбит закончилась. Ой, а то я говорю не те слова. Не те слова говоришь? Да, раз она записывает там. Эмболи. Как красиво. И варочай, да. Я хотела его. Это двойник Ботя такое. Оно вот так называется. На одной ленке, да? Ага. Красиво. На одном плече. И вот так вот. Я так его хотела. Это от кого? От папы. Я как оператор. Есть ли там вот эту сивка в ТВ? Помнишь? Отправляли? Мы снимаем на зубе. Мы снимаем. Я люблю Жорику Вартанову. Жорик Вартанов. Он пишет такая подводка какая-то интересная. Бахан. Бахану Ларисе. Так, ну что, как вы поняли, ко мне приехала Маша. Едем в театр. Короче, помните, что у нас есть новогодняя традиция ходить в театр. Когда Маша приезжает на новогодних праздников, она очень больная. Мы сегодня идем. Примадамы никогда не пропустят премьеру. Мы идем на спектакль «Морозка». Да, он детский. Но выбора особо не было. Мы уже опаздываем, выезжаем. Нас уже ждет такси. Мы там, конечно, у нас такие очень красивые парадные лунки. Их увидите чуть позже. Пока что вверх не одержите. Ё-моё. Ё-моё, как оно мне надоело, ребят. Че идет чешто? Я сейчас споткнусь, падла. У меня нос замерз. Меня покажи, меня покажи. Она мне сейчас сделала тратительную фотографию. Я не хочу с ней больше общаться. Зря я здесь общаюсь с ней. Оказывалась. У нас тоже будет. Покажи, что у нас с тобой нехорошо. Жить мужчины не начать, потому что мы все делаем в суете. Алин, я расслаблена. Я максимально расслаблена, но просто я боюсь высоты. Ты боишься меня, Маша, в мире русских богатых. Ничего сделать не можешь, потому что тебе страшно меня. Амарайда. Мы на первом роде не встретимся в портере. Я не люблю вообще сеть в портере, но были места в фото мира. Ой, это нельзя говорить. Я ничего не сказала. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Ну, что, наверное. Спектакль закончился. Он был супер детский, но моменты были красивые. Сейчас я снимаю некрасивое видео. Она так думает? Сейчас мы по плану появились вести, но мы ничего не забронировали. И сейчас нигде нет места. Возьмем куртки и будем искать, потому что поехать. Заставляет меня резко начинать ностальгировать по местам нашей былой славы, по местам нашего универа. Говорят, какая же ты конченная, тебе вообще плевать. Ты просто ничего не чувствуешь. Я переехала из Питера, господи, из Казани. Сколько лет назад? Три с половиной. Получается, год назад. Очень сожалею все эти три с половиной года. Это хихин корпус. Алина, правильно говорю? Нет. Там напротив физкорпус. Двойка без митра. Хорош. В общем, как и без зарядки. Я вычеркала. Схватила. Пальцов, певцов. Приехали в ресторан, да? Ленина. В общем, мы пересели. Мы были такие голодные, что уже все съели. Вот сюда прикреплю фотографию, что-то, что-то, что я ела. Меня покажи, меня покажи. И ждем десерт. У нас сюжет кисает. Спасибо. Толстая щека. Что, щека облезла? Маша, как всегда меренговый рулет. В общем, мы думаем, доесть десерта и поехать куда-нибудь в бар. Но Маша хочет переодеться. Ей, видите ли, тесно платье. Это, кстати, платье подарок мой ей на Новый год. Она сама его выбрала. Выглядит прикольно, очень красиво в ее стиле. Сюда прикреплю фотографию, как она выглядела в нем в театре. Ее лук. В общем, уже следующий день. Мы в Маруссовке с Машей. У нас тут сад. Она сейчас сделала замечание. Снималась на здоровье. В общем, у нас тут садики с вещами, потому что у нас сегодня запланирована фотосессия. Да, мы запланировали на эту предыдущую совместную фотосессию у Карины. У Карины, короче, будем снимать по полчаса. Полчаса Маша, полчаса Яна. До этого приехали на завтрак. Алина, Алина, мой ботинок. Локоны, как клен. Ой, как клен. Как я давно искал такую. Скай, скай, мейджи. Может, заткнись, а? Как я давно в тебя. Мы поднимаемся. С собой шампусик. Преобусина, скорее, сказать. У нас как всегда кифиш. Мы ничего не успеваем. Маша во втором образе. Я уже готовлюсь фоткаться в третьем. Вчерашний год, когда я ходила в театр. Мадам в моем платье. Мы уже пересрались очень сильно. Может, мы проверялись. Причина была, что она не нашла времени снимать и меня обновить параллельно. Потому что окладывала себе чула зубочек. Очень меня затрешала. Маля, что ты узлась. И мы уже выдвигаемся. То есть я как Примадонна, а ты в халате не как Примадонна. Не как Примадонна. Нет. Ирина Геннадина. И нет, Ирина Геннадина. Короче, мы выдвигаемся на вечерний променад. Компашка у нас сильного покая. У нас корпоратив. Алина. Ход и ход. Заключительный день того, как Маша у меня гостит. Мы приехали в Казань-Молу и начали наш шопинг с кино. Идем на Халоп-2. Выбираем какую-нибудь вкусняшку. Взяли попкорн, водичку. Хотели взять чипсы, но они какие-то неразнообразные. И очень большие, Маша, я очень не хочу мармелад. Просто хочется что-нибудь после сладкого, что-нибудь такое солененькое, остренькое, поесть будет. А ничего такого нет. Кроме чипсы с тем вкусом, которым мне не нравится. Ой, Маша, извини, 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 извини. Это горько, что она меня бьет. Настроение у нас напряженное. Какой фонтеный. Кто-то, зачем мне это фото? Я надеюсь, я не выгляжу в гигантессе на ее фоне. Я какая-то очень здоровая, что я с тобой. Худые ножки, все. Я просто карлик. Ладно, мы пришли. Идем. Ты долго терпела, когда мачеха тебя обижает. Ты видел, как в победе? Очень круто. А ты видел меня в плену? Гениально. Очень усыднела. Это примерно раз в полгода. Остается на лошадей. Нет, ладно, не раз в полгода. Мы чаще с Машей видимся. К сожалению. У нас, в общем, проходит вот такой вот шопинг. Ладно, короче, покажу хоть какой-то полезный контент. Пусть будет в этом влоге. Покажу, что мне понравилось. Вот на что я реально сразу обратила внимание. Это вот эта водолазка. Раньше я в лайме ее не видела. Приятненький материал. Полупрозрачный. Будет красиво, секси виднеться лифчик без галтер. Можно красивую книжку под ними надеть. И материал очень приятный. При этом, по-моему, он натуральный. Будет тепло. Сейчас сцену покажу. Вешается, это нормально. Мне кажется, он будет выглядеть как за интимиссию кашемир. У меня вот три штуки кашемировых таких водолазочки. Только без горла из интимиссии. Только тут потеплее. Потому что есть горло. И еще, наверное, более тонкая ткань. Будет смотреться красиво. Это у меня, например, с водолазкой извлекло. Она из чего-то, из натуральных шерстей, с чем-то. Вот я не помню, из чего она точно. Но она дико колючая. Не чешется кожей, чешется все тело. Конечно, она очень теплая, но очень колючая. Ну и сидит, ну, в общем-то, посредственно, да, обычно. Она не украшает. Вот эту, мне кажется, будут украшать. В общем, мне понравился. Водолазка, Маша показала. Она ее, скорее всего, примерит. Вот с люрексом такой я не люблю. Здесь еще, конечно, такая вот просто какая-то трикотажка. Мне она нравится. Она из такой ткани. Ну и я решила по скидосикам примерить джинсы. Они мне нормальные. Причем, сморо с ним, но просто не мой этот фасон. Что я хотела сказать? Короче, не мой фасон. Выгляжу как Карлсон. Маша сейчас будет мерить водолазку. Вот это обычная футболка на щеконечку. Покажи, пожалуйста, обычная футболка. Маша, вот это мне не очень нравится. Это синтетика со страз. Это си-и-и Лондона. Нет, Маша, мне не нравится. Нет, типа. Я уже как будто фанатка этой водолазки вам про нее рассказала. Просто хочу показать, как одна Маша сидит. Мне кажется, прикольно. Мне с работы выгонят дорогая. Не выгонят, а повысят. Те, кто могут меня повысить, уже ко мне в других местах подготовят. Помните, как летом здесь тоже были с Машей заходили в Козинброд, мерили кольца? Надоело мне ходить без колец, обручальных. Здесь, конечно, не обручаемо. Примеряем. Красивая, мы летом такую купили Маше. Такого типа, только разноцветные, да, вот эти камешки были? Мне неудобно его носить, как призначение. Моя елка сопротивляла крах. Пора ее выносить. Мы с Машей уже проделали добрую часть работы. Осталось совсем чуть-чуть. Мы взяли старую крошку, разрезали ее. Она лежала в ней здесь в квартире. Пододеяльник. Пододеяльник. Благодаря тому, что это пододеяльник, у нас было больше слоев, больше просто разноцветных камешек. Сейчас нам осталось поломать ветки. Директор Амзи. Поломать ветки и замотать это все, и вынести в ваш домочек. Вот эта ветка вообще живчик. Алиса, следующая песня. Продолжение следует... Оторвение стены чуть-чуть, прям за ствол потянем. Я хочу вот с этими нижними взять. Оторвение стены чуть-чуть, прям за стволом. Оторвение стены. Ай, блядь! Я в ёлку не падаю! У меня полная тапочка, а я аж поркнула, я захотела, блядь! Минут 15 назад мы упаковали вот данным образом наше ёлку, и мы просто решили полежать, полежать, мы уже изрядно выпивши. Я не понимаю, я не понимаю! Я не знаю, как мы сейчас это понесём вниз, мусорка находится очень далеко. Я не знаю, как мы даже в лифт это будем заносить, честно говоря, мне очень страшно. Вот мне просто, я просто сейчас испытываю животный страх, как мы сейчас с этим будем, с этой ситуацией, с этой проблемой справляться. На тебя и так смотрят, это как её женщина, которая так сидит, да, из-за меня очень страшно. Я просто, я не знаю, как мы будем пытаться в этой ситуации. Очень нам далеко нести эту ёлку. Выглядит она, конечно, пугающе. Она огромная, она толстая, она с ветками, ёпарастая. Знаешь, мне вот, то, что там иголки лежат, ещё что-то, ветки валяются, бог с ними. Ну, как мы вот этот вот треугольник потащим? Ах, ёлка! Маша предлагала скинуть это с окна. Я говорю, Маша, мы сейчас просто кого-нибудь с нашей удачливостью, мы кого-нибудь убьём этой ёлкой. И просто весь остаток лет проведём в тюрьме, в заточении. Я даже не знаю, что страшнее вот это сейчас затаскивать и в лифт. Или просто отсидка, восемь лет просто отсидка, и зато потом свободу, зато потом никакого криза в жизни. Весь от тебя волнует. Маша, там перо осталось, перо! Да будет ли перо? Пух, уберь я, полиция, пух, уберь я, полиция! Маша, перо? Обглотанная гроздь винограда такая, знаешь? Ну, нормально, пошли! Ну, забудьте, люди, я так больше не могу! Подари мне первый танец, забери меня с тобой, я повсюду, передозраюсь! Маша, ой, подвините, будем играть с тобой! Маша, Маша, я не знаю, Маша, мне серьезно, что он помнит. Маша, я не знаю, что он помнит. Господи... Просто за что? Честно сказать, нечего. Очень сплакат. Я сейчас уже начала подметать в подъезд. Слышите? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай без лишнего движения. Какого хера он на 8-ой уехал? Он же был только что тут, на 22-ом каком-то. А я боюсь, что сейчас будет какой-то пройдёт. Даже если он придёт, мы ничего противозаконного не делаем, мы выносим ёлку. Я больше не хочу с собой дружить! Я хочу домой! Квартир! Неплохо Просто слава богу, что никто не ездит сюда Мы же потом будем умираться в лепте Слава богу, как мы это сами делали Просто рассказ, как мы сейчас это выносили Маша говорит, вот стопудово нам попадется какой-нибудь мужик, который нам поможет Без мужика мы занесли ее в лифт, без мужика вынесли Уже даже во входной двери стояли выходить на улицу И там заходил в дом друг моего бывшего мужа Как он сюда попал? Я не знаю, что он тут делал? Он просто сходу видит меня и говорит, Алин, помочь? Я говорю, конечно, помочь, что за вопрос? И мы вместе, ну как вместе, он тащил ее до мусорки Все, выходим, сейчас будем убираться в фольест Моя квартира прошла афганскую войну Нас ждет увлекательная ночь Решила внести нотку бьюти в этот влог Маша уже улетела, кстати, сегодня утром И у меня начинаются рабочие будни Сейчас такой был вечер наедине с собой Я немножко прибиралась, смотрела YouTube Сидела, достала ленту Ну, в общем, бездельничала, короче говоря И решила вам показать уже перед сном Потому что открываю сейчас этот наборчик Этот наборчик от Элемис Мне его подарила Маша Потому что она знала, что я люблю вот это масло Я поклонница аромата франжипани И маноэ от Элемис Вообще, я люблю ароматы франжипани В разных косметических средствах И она мне взяла вот такой вот наборчик Тут гель для душа, крем и вот это масло Тут только масло застыло Нет, не застыло, оно жидкое В общем, масло пока не открываю Хочу нанести его, когда у меня там подсмоется автозагар И сейчас хочу нанести У меня немножко вот такая задормочная речь Потому что я уже, честно говоря, засыпаю Я крайне мало спала последние несколько дней Очень много всего мы делали, мало спали И в эту ночь тоже, в прошлую ночь, вернее, вообще очень много нервов было Я очень хочу спать, меня уже вырубает Поэтому речь такая себе Хочу сейчас нанести этот крем для тела и лечь спать наконец-то Просто решила вам, пользуясь случаем, этот наборчик показать Потому что, по-моему, вообще никакой бьюти тематики в этом влоге не было А я все-таки люблю всю эту тему Я в этом профи, как я считаю, что я очень много всего пробовала Много могу порекомендовать Спасибо за внимание! Спасибо за внимание! Спасибо! Спасибо!